Здрасте. Я Джейни. Второй курс. У меня вопрос ко всем троим. Одним предложением максимум. Ну, вы поняли. Скажите, почему Америка – величайшая страна в мире? Разнообразие и возможности. Льюис. Свобода и свобода. И пусть так и будет. Уэлл. Нью-Йорк-джетс. Ну, нет. Мы хотим услышать ваш ответ на вопрос. Почему Америка – самая великая страна в мире? Так, Льюис и Шерон уже сказали о разнообразии и возможности плюс свобода и свобода. Мы не отпустим вас в аэропорт без ответа на этот вопрос. Что ж, наша Конституция – это шедевр. Джеймс Мэдисон был гением, а Декларация Независимости – для меня величайшее произведение американской словесности. Вы не удовлетворены, похоже. Первое – список законов. Второе – объявление войны. Нам нужно ваше настоящее мнение. Как насчет нашего народа? Почему Америка… Она не лучшая страна в мире, профессор, и это мой ответ. Хотите сказать? Именно. Давайте поговорим… Ладно. Шерон, фонд искусств подставок. Да, он отчитывается за каждую копейку из налогов, но этот вот будет доставать вас всегда. Это не стоит денег, не стоит голосов. Эфирного времени обзаться в статьях. Знаете, почему либералов не любят? Они не выигрывают. Если либералы охереть как и умные, то почему проигрывают раз за разом? А вы с серьезным видом рассказываете студентам, что Америка полосата, классно-звездная, и что во всем мире свобода есть у нас одних. В Канаде свобода, в Японии свобода, в Британии, Франции, Италии, Германии, Испании, Австралии и в Бельгии тоже свобода. В мире 207 независимых государств, в 180 свобода. Так, ладно. Вот ты активистка. На случай, если однажды вздумаешь проголосовать, лучше кое-что запомни. Например, что не существует доказательств в пользу утверждения, что Америка – величайшая страна в мире. Мы седьмые по грамотности, 27-е в математике, 22-е в естественных науках, 49-е по долгожительству, 178-е по детской смертности, 3-е по доходу на домохозяйство, 4-е по рабочей силе и 4-е по экспорту. Мы обошли другие страны в трех категориях. По числу заключенных на душу населения, по количеству взрослых, верящих в ангелов, и по расходам на оборону, которые превышают расходы следующих 26 стран вместе взятых, 25 из которых наши союзники. Конечно, в этом не виновата 20-летняя студентка, но, тем не менее, вы, несомненно, принадлежите к поколению худшей точки в истории. И когда вы спрашиваете, что делает нас величайшей в мире страной, я не понимаю, блядь, да вы о чем? О заповедниках? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!